Фильм неплохой, но и не сказать, чтобы хороший, нормальный и середнячковый боевик расследования. Всем привет! А вот и я! Главный и несомненный плюс этого фильма в том, что сюжет основан на реальных событиях. Сама история этого маньяка, который убивает своих жертв, не просто так. А разыгрывая охотничью травлю, заключает в себе нетривиальную психологическую составляющую. Нет, нет, нет. Ты все не то говоришь. Ты зачем подключился? Я тоже хочу сказать свое мнение. Ну, скажи. Мне надо подумать. Фильм претендует быть не хуже молчания ягнят, а может быть даже и лучше, но претензия это не обоснованно. Я с тобой не согласен. В чем именно? Ну, во всем, да? Сценарий прописан шаблонно. Ой, ну, конечно. Наши мероприятия проявляются не через поступки, а в виде констатации в диалогах. Ты сама-то что-нибудь написала не в диалогах, а что через поступки. Если тебе есть что сказать, скажи. А перебивать меня на полусловие не надо. Да, мне есть что сказать. У меня своё мнение. Говори своё мнение. Да. Я был с тобой не согласен во всём. А в чём во всём? А что ты говорила? Ничего я не говорила. Я молчала. Нет. Ты что-то говорила. И я был не согласен. Я точно помню. А я не помню. Так мне интересно, когда ты молчишь. Говори что-нибудь, а я буду спорить. Снято под живую документальную камеру. Из-за чьей-то головы, из-под стола и тому подобное. Но здесь этот приём не работает. Возникает ощущение грязи в кадре. Рожание кадра нагнетает напряжение. Ты просто ничего не понимаешь в психологическом экшен. Психологический экшен не выдержан. Несмотря на то, что он там предполагается. А как потрясающе снята сцена в стрип-барах. Загляденье. В целом фильм неплохой. Посмотреть его можно, но не ждите от него слишком многого. До новых встреч, друзья! Продолжение следует...